Привет, друзья! Сегодня вы узнаете, как быстро приготовить компост. Потому что многие огородники совершают ошибку, неправильно сооружают компостные кучи, и в итоге за сезон компост не получается. Приходится ждать несколько лет. Компост можно готовить несколькими способами. Первый способ – это вермикомпостирование. То есть, когда мы складываем различные растительные остатки в кучу, там заводятся черви дождевые и перерабатывают всю органику в компостные кучи. Второй способ – это горячее компостирование. При горячем компостировании в компостную кучу можно помещать любые растительные остатки, даже больную ботву, больные листья с различными признаками заболеваний, сорные травы с семенами. В компостной куче при горячем компостировании поднимается высокая температура, все фитопатогены перегорают, погибают и погибают семена сорных трав. И третий способ компостирования, он самый оптимальный, самый легкий – это компост с помощью биопрепаратов. Вот этот компост, он самый малозатратный и позволяет получить большой объем удобрения ценного всего лишь за один сезон. При приготовлении компоста с помощью биопрепаратов в компостную кучу, естественно, нельзя бросать траву с семенами, сорняками различными, потому что в такой компостной куче семена не погибнут, и затем, когда мы будем разносить компост по огороду, они попадут в почву, и весь огород будет засорен сорняками. Но больную ботву можно бросать, потому что мы будем применять полезные микроорганизмы, которые все эти фитопатогены и уничтожат. Самая большая ошибка при приготовлении компоста – это неправильное сооружение компостной кучи. Очень часто огородники в компостную кучу помещают только лишь скошенную траву. В итоге, когда люди сбрасывают траву в кучу, она уплотняется, начинаются процессы гниения, может развиться даже аспергил, если компостная куча сильно разогреется, и в итоге вместо рыхлого рассыпчатого компоста получается непонятная гниющая масса. Чтобы компост был рыхлым, рассыпчатым и приготовился за сезон, в компостную кучу должен поступать кислород. Поэтому, когда мы делаем компостную кучу большую, на дно обязательно поместить крупные растительные остатки. Это могут быть различные ветки после обрезки сада, либо какая-то крупная ботва. Это нужно сделать для того, чтобы в компостную кучу поступал кислород, и лучше работали в этой компостной куче полезные грибы, и бактерия быстрее эта вся органика перерабатывалась. При компостировании также очень важно чередовать слои. Если, например, мы взяли крупные растительные остатки, ветки, поместили их на дно компостной кучи, сверху мы уже ложим какой-то слой травы, затем нужно взять сено, например, это уже коричневые растительные остатки, либо опавшую листву, и опять слой поместить. Можно добавлять еще и землю с огорода, прямо с огорода берите землю, либо после прополки вы выпалываете сорняки еще, не с семенами какие-то, чтобы попадала немножко почва в компостную кучу. В почве очень много, уже много различных почвенных микроорганизмов, и процессы компостирования намного ускоряются, быстрее готовится компост. Можно бросать, кстати, бумагу и картон, только не цветные, не глянцевые, обычный чистый картон. Вот, посмотрите, у меня в куче он лежит, и он за год перепреет, переработается также различными микроорганизмами. Особенно, если в компостную кучу мы будем добавлять триходерму. Триходерма как раз-таки и перерабатывает различные и древесные остатки, и солому перерабатывают, и картон тоже переработает всего лишь за сезон. Поэтому, опять же, смело можно все это использовать в компостной куче. Также можно использовать в компостную кучу дерн, если вы где-то разрабатывали новый участок, и корневища многолетних трав. При большом объеме органики в компостной куче и корневища многолетних различных трав, они все перегниют, переработаются различными почвенными микроорганизмами. Не стоит их выбрасывать на свалку, все пойдет для благих целей огорода и сада. Чтобы компост быстрее перерабатывался, быстрее готовился, нужно вносить и различных полезных микроорганизмов. Чем же можно проливать компостную кучу? Ну, во-первых, это триходерма. Триходерма быстрее всего размножается, распространяется и быстрее всех перерабатывает растительные остатки. Тем более, что она еще уничтожает и различные фитопатогены. Потому что может попасть в компостную кучу больная ботва, больные какие-то листья, но триходерма все это переработает, обеззаразит компост. Можно использовать синную палочку. Если нет ничего под рукой, можно использовать обычные биосептики. Вот есть биосептик, например, Профит для очистных ям, для канализации. Там тоже содержатся полезные бактерии, которые перерабатывают органику. Поэтому можете брать и биосептик, разводить с водой и проливать компостную кучу. Есть еще один более бюджетный вариант. Это применение уже готового компоста. Допустим, вы в прошлом году вносили в компостную кучу триходерму. И, естественно, триходерма там в этой компостной куче осталась. Просто возьмите несколько ведерок компоста со старой компостной кучи, где эта триходерма уже есть, и добавьте в новую компостную кучу. Триходерма активизируется и будете эти растительные остатки перерабатывать. За сезон компостную кучу достаточно пролить 2-3 раза. Если вы сразу же добавляете много растительных остатков, большой объем бросаете, то обязательно проливайте. Если бросаете по чуть-чуть, то иногда и проливать не надо. Все там готовится. Единственное, нужно следить за влажностью компостной кучи. Если несколько месяцев не идут дожди, жара, засуха, компостная куча может тоже пересохнуть. И нет оптимальных условий для развития той же триходермы, либо других полезных грибов и бактерий. В сухих условиях они не живут. Поэтому проверяйте влажность кучи и иногда дополнительно проливайте либо раствором биопрепаратов, либо просто увлажняйте водой. И еще один важный момент. Можете давать компостной куче немножечко кислорода. Что это значит? Берете обычные вот такие вилы, как у меня, и хотя бы верхние слоя компостной кучи переворачиваете. Немножко смешиваете компостную кучу. Поступает в компостную кучу кислород. Естественно, все процессы переработки органики идут гораздо быстрее. Сейчас еще только начало сезона. Компостная куча огородники только начинает формировать. У меня здесь компостная куча старая. Как видите, внизу уже перепревший компост. А сверху еще сухая органика. Где там проросли сорнячки? Но ничего страшного. Скоро компост я использую в огороде. Вот посмотрите, какой он должен быть по консистенции. Вот он рассыпчатый, практически как земля. Темный, рассыпчатый, чем-то напоминает торф. Это уже идеальный компост, который можно применять в огороде. Компост можно вносить и на грядки под перекопку. Можно мульчировать приствольные круги. Можно в траншеи для посадки огурцов вносить. В лунки для посадки. Для томатов, огурцов. Для любых культур, которые есть в вашем огороде. И компост это ценнейшее органическое удобрение. Которое помогает еще и активизировать полезную микрофлору в огороде. Особенно, если у вас почвы какие-то бедные. Истощенные, песчаные почвы. Вы очень много лет не вносили органических удобрений. Пользовались только минеральными. То естественно, что почва истощается. Там мало полезных обитателей. Но когда мы вносим компост. Особенно уже пролитый различными биопрепаратами. Где есть полезные микроорганизмы. Вносим почву. И вся почвенная микрофлора восстанавливается. Активизируется. И получаются более здоровые. Экологически чистые урожаи. Еще одна ошибка, которую совершают огородники, кстати, при компостировании. Это сооружение не компостной кучи. Вот компостная куча, как видите, у меня ничем не огорожена. Можно делать в таком виде. Можно ставить небольшое ограждение. Ящик. Но, зная, что в старые советские времена, огородники не сооружали компостной кучи. А делали компостные ямы. Выкапывали яму чуть не по пояс. И затем туда все эти растительные остатки все бросали. Но такой способ гораздо хуже. Почему? Потому что в таких компостных кучах часто происходят процессы гниения, а не переработки органики. Компостная куча, получается, яма, она под землей. Она плохо прогревается. Плохо работают почвенные микроорганизмы. На глубине идут гнилостные процессы. И компост, естественно, в компостных ямах, он созревает хуже, чем в компостной куче. Потому что компостная куча, вот она лежит на солнце, может быть, где-то под деревом, затенение какое-то быть, да. Но оно хорошо все прогревается. И процессы компостирования происходят гораздо быстрее. За один сезон, если вы сейчас подготовили компостную кучу, пролили триходермой, у вас будет уже готовый рыхлый компост. И к осени, когда идет перекопка уже огорода, можете его использовать. Если вы хотите получить большой объем органического удобрения компоста, делайте его правильно, и у вас будут отличные урожаи. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин